Девушки отдыхают Беда пришла, откуда не ждали. Женщина погибла возле собственного дома от удара штукатуркой. Такую бы оперативность до другим службам. Эвакуаторы в Нижнем стали кошмаром для автомобилистов. Будет ли меньше у них работы с появлением платных парковок? Специальное расследование нашего корреспондента. Июнь завершается аномальной жарой. К чему готовятся нижегородцам? Прогнозы синоптиков и предупреждения спасателей. Веселье до упада, чтобы школьные годы остались в памяти. В разгаре пора выпускных. Как проводят их нижегородские одиннадцатиклассники? А также 21 свадьба за 6 минут. Нижегородские девушки могут еще и не такое. Об этих и других событиях среды расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. И начнем с трагедии, которая произошла на улице Витебска. Это в Канавинском районе. Там с фасада дома номер 46 обрушилась штукатурка и прямо на пожилую женщину. Пенсионерку на скорой доставили в больницу, где вечером она скончалась, не приходя в сознание. Сейчас по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Как нам сообщили в следственном комитете, должностные лица домоуправляющей компании могут быть привлечены к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть человека. Наша съемочная группа на месте не застала директора ДУКа. И вот что нам прокомментировала по телефону руководитель пресс-службы компании. На данный момент ситуация выясняется и пока идет некое следствие, то комментарии мы вынуждены удержаться. А когда будет некая официальная версия, когда следствие будет удержено, то в том случае мы можем создавать конкретные комментарии. К другим темам. Почти 200 машин эвакуировали в Нижнем Новгороде накануне за парковку в неположенном месте. И такая ситуация почти каждый день. Уверен, автомобилисты, которые становились жертвами эвакуации, помнят, как это грустно отдавать за возврат машины 3 с лишним тысячи рублей. И вот что удивительно, альтернативы нет. Мест для парковки в центре города категорически мало и появление вскоре платных стоянок на количестве этих мест по сути не отразится. В больном для автомобилистов вопросе разбирался Павел Буянов. Ворота штрафстоянки снова открыты. Синий внедорожник эвакуирован за неправильную парковку. Его владельцу стоянка под запрещающим знаком обойдется как минимум в 3 с половиной тысячи рублей. Только сюда каждый будний день привозят несколько десятков эвакуированных транспортных средств. Выгрузка автомобилей завершена. Эти эвакуаторы снова отправляются в рейс. Сегодня каждый из них привезет как минимум по 10 автомобилей только на эту стоянку. За день все службы, занимающиеся эвакуацией автомобилей, привозят на штрафстоянки от 150 автомобилей и более. Например, за сутки 23 июня таких машин оказалось 191. То есть владельцы этих транспортных средств все вместе раскошелятся как минимум на 668 тысяч 500 рублей за один день. Половина этих денег пойдет в казну государства. Поэтому ставить автомобили под запрещающие знаки автовладельцам невыгодно, а государству наоборот. О том, что в центре города днем почти невозможно припарковаться, знают все, кто туда приезжает на автомобиле. Машину Елены Пахомовой эвакуировали на одной из центральных улиц города. Говорит, нарушать не хотела. Отлучилась по работе ненадолго. Когда пришла, машину уже погрузили и увезли. Перепарковалась около Яньяза, недалеко от пожарной. Оставила машину где-то на час, прихожу, нету. Ну, позвонила другу, он быстренько нашел ее, сказал, где она. В центре города, если взять, то вообще большая проблема с парковками. И, мне кажется, они должны снисходительно относиться к водителям, потому что машин много, а ставить их некуда. Если бы были парковки в центре города, вопросов не было бы. Вот, а так, ну, приходится куда-то ставить, находить место. Бывает и по часу еще парковка. Почти на всех центральных улицах города есть знаки, запрещающие парковку. Если вы планируете свой маршрут, обратите внимание на примерную карту эвакуации. Поисками штрафстоянки может обернуться парковка на улицах Алексеевская, Ковалихинская, Варварская, Ашарская, Академика Блохиной, на площади Горького, также на московском вокзале в Гордеевке. Есть опасные места в автозаводском районе. Это проспект Кирова и проспект Молодежный. Проблему с парковкой в Нижнем Новгороде решают, как и в других городах страны и Европы, с помощью платных парковок. В Нижнем Новгороде, как и во всем мире, как и в Москве, рано или поздно должны были появиться платные парковки, потому что количество автомобилей, которые езжедневно в центр Нижнего Новгорода, исчисляется тысячами, даже десятками тысяч. Платная парковка на улице Рождественской будет запущена к концу лета. К этому же времени планируется запустить платные стоянки на площади Горького, Нижней Лужской набережной и улице Ковалихинской. При этом пользоваться такими парковками будет выгодно прежде всего тем, кто приезжает в центр города на небольшое время. Например, на Рождественской оставить машину и знать, что ее не эвакуируют, можно будет за 20 рублей в час. Я считаю, что это выход очень для многих, ведь смотрите, что происходит. Огромное количество людей, которые приезжают в 8 утра на работу, ставят свою машину и уезжают в 6 часов вечера. Машина целый день стоит на одном месте. Но при этом есть достаточно много людей, которым просто нужно ездить по работе, подъехать на полчаса, на час, на два часа, на какие-то встречи, пообедать в конце концов. И вот для таких людей это прямый выход. Ты точно будешь знать, выезжая на улицу Рождественской, что уж ты себе найдешь место в течение дня для того, чтобы припарковаться. В Москве во все развивается новый бизнес – средства от эвакуации. В интернет-магазинах можно заказать вот такое приспособление стоимостью примерно от 4 тысяч рублей. Но в Нижнем Новгороде таких пока не встретить. По словам сотрудников штрафстоянки на улице Чачиной, от эвакуации за неправильную парковку не спасут даже самые блатные номера. Перед законом все равны. Кстати, посетителям этой штрафстоянки, если так можно сказать, повезло, она современна. Зал ожидания имеет кондиционер, телевизор и места для сидения. Самое место – задуматься, а стоило ли нарушать. Павел Бленов, Александр Булин, Служба новостей, город. Мотоциклисты не только с автомобилями, но и сами с собой на дороге ужиться не могут. Сводка происшествий города и области далее. В Дежинске дорогу шириной в 12 метров не поделили водители двух мотоциклов. По предварительной схеме ДТП водитель черного байка въехал в заднюю часть белого. В результате ранения получили три человека. При этом травмы двух вызывали серьезные опасения. Больше всего досталось девушке-пассажиру одного из мотоциклов. По основной версии, виновником столкновения стал мотоциклист из Нижнего Новгорода. В тот вечер он приехал в Дежинск. Транспортное средство зарегистрировано не было, оба байкера водительских прав не имеют. А водитель черного мотоцикла отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что наводит на определенные мысли относительно его состояния. Сотрудники госавтоинспекции проверили нижегородских водителей на трезвость. Рейд проходил ночью. Всего в ходе мероприятия выявлено 29 нарушений правил дорожного движения. Задержано 12 водителей в состоянии опьянения, 9 из которых от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Также 2 водителя управляли машиной без прав. Нарушители привлечены к административной ответственности. Мужчину подозреваемого в двойном убийстве удалось задержать. Преступление было совершено 12 июня в Дежинске. В одной из коммунальных квартир между тремя собутыльниками произошла ссора, в ходе которой 50-летний мужчина взялся за нож. Зарезав двух человек, он скрылся с места происшествия. В ходе следственных действий было установлено, что подозреваемый уже был ранее судим за убийство. Спустя несколько дней мужчину задержали в Ульяновске. Он пытался на поезде уехать, а от Дежинских следователей как можно дальше не получилось. Задержанный уже дал признательные показания, но объяснил, что находился в пьяном угаре и многого не помнит. Продолжаем. В среду в Нижегородском Кремле стартовал праздник цветов. Он стал юбилейным, десятым. Участие в нем приняли любители флористики, мастера ландшафтного дизайна и нижегородские дети. В этом году у этого, как и у многих других праздников, военная тематика. Я напомню, губернатор Валерий Шанцев в своем блоге объявил 2015 годом 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Но возвращаясь к празднику цветов, традиционно его участниками становятся воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Они с большим энтузиазмом подошли к выполнению своих работ. Цветочный сад разбит на три тематических блока. Поле сражения, усеянное цветами, праздничный салют из цветов и даже цветочный голубь. Наша часть – это голубь, голубь победы. Это легко узнаваемый символ мира. А белый цвет символизирует небо, весну и новое начало, новой жизни. Поэтому мы считаем, что это очень символично. И вот о чем пойдет речь далее в нашем выпуске. Июнь завершается аномальной жарой. К чему готовятся нижегородцам? Прогнозы синоптиков и предупреждения спасателей. Веселье до упада, чтобы школьные годы остались в памяти. В разгаре пора выпускных. Как проводят их нижегородские одиннадцатиклассники? А также 21 свадьба за 6 минут. Нижегородские девушки могут еще и не такое. Я напоминаю, вы смотрите Первый городской телеканал в эфире службы новостей «Город». Природа будет испытывать нас на прочность в ближайшие дни. Подробности далее в рубрике «Короткой строкой». Аномальная жара ожидается в ближайшие дни в Нижегородской области. Температура будет выше нормы на 7 градусов и больше. В связи с этим МЧС предупреждает, что число природных пожаров может возрасти. В лесах, где действует запрет на посещение, за разведение костров грозит штраф в размере от 4 до 500 тысяч рублей. Масло, майонез и муку в Нижегородской области ждет тотальная проверка. Проведут ее специалисты Роскачества. Они будут оценивать соответствие техническому регламенту и уровень ГОСТ. Проверки начнутся в августе. Образцы будут отбирать со всех регионов страны. К сильнейшей магнитной буре нужно готовиться нижегородцам. Пик ее придется на четверг, 25 июня. По словам специалистов, это самая большая магнитная буря за последние 12 лет. Она произошла из-за вспышки на солнце. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, возможно перебои в работе техники. Нижегородский центр одаренных детей вошел в число лучших учебных заведений страны. Исследование провело рейтинговое агентство «Эксперт». Главным критерием было качество подготовки к поступлению в ведущие вузы России. Первые строчки заняли московские школы. Нижегородский лицеинтернат Центра одаренных детей занял 170 место. Школьные годы позади. У нижегородских 11-классников начинаются выпускные вечера. Ну и, конечно, перед новым этапом жизни теперь уже бывшие школьники хотят запомнить прощание с одноклассниками надолго. Екатерина Вологина вспомнила свой выпускной и узнала, о чем мечтают те, кому предстоит веселиться до утра в этом году. Блин, ну давайте здесь затусим. Ну, типа, по-тихой всех позовем. Конечно, затусим. Только не мы. Внимание! Здесь и сейчас начинается территория выпускников. Полностью свободно, как своих родителей. Запереть родителей и учителей в школьном подвале и устроить вечер по своим правилам. С шумной дискотекой, пьянящими напитками и без недовольных взглядов. Таков сценарий выпускного Анны Балуевой. Правда, не настоящего, а киношного. Фильм выпускной, снятым в нашем городе. 11-ти классники в свой последний день в стенах школы, кажется, перешли все рамки дозволенного. Таких выпускных, я думаю, не бывает. Но если даже они бывают в реальной жизни, их точно очень мало. В нашей школе такое, мне кажется, невозможно. Хотелось ли мне такой выпускной? Нет, не думаю. В этом году Аню ждет уже настоящий выпускной. И в отличие от своего киношного персонажа, провести вечер в школе ученица не противится. Наоборот, это стало своеобразной традицией многих поколений. Ведь в каком-то другом месте каждый выпускник сможет побывать в любое время и в любой компании. Но чтобы праздник не ограничиваясь стандартными торжественными речами, кроме вручения аттестатов, ученики придумали особые награды. И такая концепция, что мы вручаем премию «Оскар». Сначала на последнем звонке мы поздравили кинофильмами разных учителей, сказали таким способом им спасибо. А сейчас вручают премию нам, школьникам и нашим родителям. На этом корабле будет супер-мега-туса. Мальчики готовы, девочки нажрутся. Я вам говорила, что выпускной на корабле – это плохая затея. Мы с Верой Викторовной посовещались и решили отменить корабль. И провести выпускной в школе. А с этим учителя из фильма, кажется, прогадали. Кому, как не жителям города, на двух реках отправляться в речную прогулку. Тем более, что в этом есть особая романтика – провожать закат и встречать рассвет на воде. В большое плавание выпускники отправляются на всю ночь. А в чем прелесть? Ну, это ночной город, это гуляющие по берегам выпускники других школ. И когда мы мимо берега проходим, наши выпускники машут, выпускникам, которые на берегу, те, которые на берегу завидуют тем, которым, наверное, на теплоходе. А позавидовать есть чему. Теплоход на время выпускного превращается в плавучий танцпол. На случай дождя на борту есть закрытые залы, где гостей праздника ждут угощения. Родители и учителя отдыхают вместе со школьниками. А за безопасностью следят сотрудники полиции. Это кадры с выпускного, прошедшего 25 лет назад. По современным меркам все достаточно скромно. Зато у сегодняшних выпускников запросы не хуже, чем у звезд. Пати Бас взял пальму первенства у надоевших лимузинов. Выехать за город для современных выпускников тоже не проблема. Хотя, можно сказать, пока скорее экзотика. Еще одно популярное направление – уехать в аквапарк, играть в пейнтбол или заказать во двор школы настоящее фаер-шоу. Вкусы и предпочтения выпускников меняются вместе с поколениями, но две нижегородские традиции кажутся неподвластны времени. Каждый выпускной вечер заканчивается встреча рассвета на Верхневолжской набережной. А неизменным атрибутом любого наряда становится красная лента с гордой надписью «Выпускник». Екатерина Вологина, Александр Булина и Александр Батраков. Служба новостей и город. Ну и теперь пришло время новостей интернета. Все самое интересное мы, как всегда, собрали в обзоре социальных сетей. В сети стремительно набирает просмотры клип, снятый на регистратор. Почти за шесть минут три нижегородские девушки, не выходя из машины, примеряют образы невест разных эпох под легендарные хиты. На съемки ролика ушел один день. За 14 часов работы героине воплотили 21 образ. Самую большую в России селфи-палку создали нижегородские металлурги. Длина монопода шесть с половиной метров. С помощью этого приспособления одновременно могут сфотографироваться несколько тысяч человек. Снег в середине июня был замечен в одном из дворов Нижнего Новгорода. Откуда он там взялся в 30-ти градусную жару неизвестно. В комментариях к фотографии один из пользователей предположил, что кто-то просто разморозил холодильник. Ностальгия по 90-м проснулась у нижегородцев в сети. Вот, например, так выглядела улица Литвинова. У кого-то такие фото вызывают мороз по коже, ну а кто-то написал, что с тех пор ничего не изменилось. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». Ну и далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что интересного произошло в их жизни. Ответы услышали разные. За самые интересные вручили приз от наших друзей «Дельфинария в Сурмовском парке». Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» – Московский передвижной «Дельфинарии в Сурмовском парке». Дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода, первый городской телеканал дарит пригласительный билет на два лица в Московский передвижной «Дельфинарии» за самую лучшую новость. Здравствуйте, расскажите нам о вашей хорошей новости. Мы сегодня достигли отличных успехов в уроках в УГПД. Поэтому заслужили мороженое и немножко отдыха. Ну, очень красивый город. Всегда люблю сюда возвращаться. Не знаю, сюда езжу, наверное, каждый год на протяжении 20 лет и каждый раз открываю для себя что-то новое. Ну, я из Москвы. Просто приехал к друзьям, посмотреть ваш город, Кремль, соответственно, посмотреть. Самая позитивная моя нота – то, что я наконец-таки приехал с командировки. Наконец-таки увижу своих друзей, по которым очень-очень сильно соскучился за пять месяцев. Увижу своих родителей, бабушку, маму, сестру. В понедельник у меня был день рождения у родной сестры и у моей девушки в один вечер. И, короче, мне получилось сделать так, что я смог приятно удивить и свою девушку, и свою сестру в один день. Молодец. Молодец. Вместе. Вместе. Вот и завозились. Видите, все. Приехали в гости к вам в город. Идем с черными коленками. Радует внук. Молодец. Участся на одни пятерки с похвальными листами. Участвуют в олимпиадах по математике, по русскому. А сейчас уехал в Орлю, в Советский лагерь. Спасибо вам большое за ваши хорошие новости. Они у вас действительно замечательные, но, к сожалению, билет в дельфинарии в Московске у меня только один. Нужно делать выбор, он будет сложный, но ничего с этим не поделаешь. У нас сегодня гости из Владимира, и мы хотели бы их порадовать вот этим вот билетом в Московский дельфинарий. Обязательно сходите. Мы уверены, вам понравится. Спасибо большое. Держи меня за твою хорошую новость. Спасибо, что я живу. Спасибо. Ну что ж, призы раздала. Хорошие новости от нижегородцев выслушала. Теперь будем надеяться на приятные вести от самой Юлии Карабасовой. Она же подготовила прогноз погоды на завтра. Давайте послушаем, к чему готовится. По народному календарю 25 июня Петр Сонсворот. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы, главным из которых была уха. В старину примечали, если к ночи появляется туман, хорошая погода продлится еще несколько дней. По прогнозам синоптиков 25 июня ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. В ночные часы плюс 20. Сейчас информация от наших партнеров, а потом придем на помощь родителям. Росгосцирк представляет. С 6 июня в Нижегородском цирке. Новая программа 15-го года. Цирк рекордов. Билеты по телефону 246-4200. События сезона. С 20 мая в Сорновском парке. Большой московский дельфинарий. 414-90-43. Итак, ближайшие дни нас ждут жаркие, как мы выяснили. Поэтому с ребенком дома никак нельзя сидеть. Вопрос, ну а куда же тогда сходить? Сейчас у вас отпадет. Надя и Таня перехватывают астафету эфира. Спонсор рубрики «Город для детей». Новая уникальная программа «Цирк рекордов». Привет! А вот и снова мы, Наденька и моя сестра Танюша. Уж мы-то точно знаем, куда отправиться с ребенком в Нижнем Новгороде. А ты что, сень такая веселая? Выспалась, что ли? Я выспалась. Я летала во сне. Летала во сне? А хочешь научиться летать по-настоящему? Да, люди же не летают. А вот и летают. В аэротренажере «Ветролет» все научатся летать. В этой жизни все надо попробовать. Так решили Надя и Таня, отправились испытать ощущение свободного падения. Скорость 200 км в час. Точно такая же, как прыжок с парашютом. Но в аэродинамической трубе «Ветролет» можно летать абсолютно безопасно. И как угодно долго. Но сначала надо прослушать инструкцию. Вот так выглядит поза, в которой ты сейчас будешь летать. Твоя основная задача будет это принять вот эту позу и в ней замереть. Летать можно с 5 лет. Таня по возрасту подходит и решила испытать на себе этот новый экстремальный вид спорта. Смелая Таня сказала «поехали» и махнула рукой. Кстати, летный комбинезон, шлем и специальную обувь все выдали на месте. Костюм найдут на любой размер. Инструктор полностью контролирует процесс полета. Сверху и снизу специальная сетка. Так что безопасность полета на все 100%. Для первого раза у Тани неплохо получилось. Летала очень высоко. Мне было там здорово и хорошо. Там было классно. Потому что я не сдавалась. Стоимость полета от 500 рублей. Отличный отдых души и тела оценят все. Так что летайте всей семьей. Приходите на парковку торгового центра «Мега» с 12 до 9 часов вечера в любой день недели. Купи, 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 купи. Мороженое я тебе уже купила. Полетать сводила. Ну чего еще? Собаку. Так зачем же покупать собаку, если можно отправиться в Хаски Хаус и там насладиться общением с сибирской породой. Там, кстати, для таких как ты есть еще и детский лагерь. Тогда поехали. Чего мы ждем? Если ваши дети так же, как и Таня, любят собак, то шаман-клуб Хаски Хаус точно для вас. Этот домашний волк никого не оставит равнодушным. Такой же выносливый, как свой потомок, но при этом очень добрый и ласковый. Кстати, Хаски прекрасно ладят с детьми. А главное, каждый может выбрать себе собаку по душе. Таня выбрала Акилу, вожака. Приобщиться к природе и даже устроить себе фотосессию. Все это возможно в Хаски Хаус. А летом действует детский лагерь на 12 человек, 6 мальчиков и столько же девочек. Трехразовое питание, масса развлечений, настольный теннис, прокат велосипедов, большой бассейн, прыжки на батуте, в лодке, катамаран, рыбалка и, конечно, пляж с шезлонгами. Клуб находится в живописном месте на реке Юг. Разместиться можно в уютной гостинице на 50 мест. Все номера с удобствами. Кстати, кафе порадует блюдами из настоящей русской печки. В клубе также есть русская баня и бесплатный Wi-Fi. Мне понравилось с Акелой гулять. Еще мне понравилось ее гладить. Надя, а что ты делаешь? Я хочу научиться ходить на руках. А зачем? Ну, ты знаешь, чтобы уверенно чувствовать себя в доме вверх дном. В этом, что ли? Именно в этом, представляешь? Там все кверх ногами. Ну что, отправляемся? Угу. В доме вверх дном Надя и Таня поставили под сомнение все законы физики. Ведь ходить пришлось по потолку, а смотреть на пол. Таня призналась, что попав во внутрь дома перевертыша, поначалу ощущаешь легкое головокружение. Но потом привыкаешь и появляется настоящий интерес. Как удалось так здорово все разместить? И курицу в духовке над головой, и люстру под ногами. Смысл такого дома – взглянуть на привычные вещи в непривычном ракурсе. Ну и, конечно, сделать оригинальные и неповторимые фотографии, чем и воспользовались наши ведущие. Кстати, не бойтесь, что стул или стол внезапно упадет вам на голову. Все предусмотрено и надежно закреплено. Даже машина. Мне понравилось. И пианино перевертывано, и все перевернуты. И прям игрушки. Дом Верхдном находится в парке имени Первого Мая, работает с 10 до 7 по будням и с 10 до 8 часов вечера по выходным. Стоимость детского билета 200 рублей, взрослого – 300. Звоните 8-960-198-56-74. Таня, зачем ты по лавочке ходишь? Это не лавочка, а канат. Так, я поняла. Это какая-то игра. Нет, у нас все серьезно. Сразу видно, что ребенок побывал в Нижегородском цирке. Там, кстати, сейчас новая программа «Цирк рекордов». А какие там воздушные гимнасты. Нижегородский цирк ждет всех на новую программу «Цирк рекордов». И такое название у программы не случайно. Один из номеров – и корейские игры в исполнении членов Федерации санного спорта действительно занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Точно такое же показывали на открытии Сочинской Олимпиады 2014. Еще один зрелищный аттракцион – шоу «Буйволы и медведи». А также под куполом «Цирка» свое мастерство покажут воздушные гимнасты. В занимательном номере «Спектр» выступят дрессированные пони, веселые обезьяны и собаки, которых так обожают дети. Гвоздем программы станут акробаты на подкидных досках. На этом у нас все. На следующей неделе мы расскажем вам много нового и интересного о том, куда можно отправиться с ребенком в Нижнем Новгороде. Смотрите специальную рубрику «Город для детей». Пока-пока! Спонсор рубрики «Город для детей» – новая уникальная программа «Цирк рекордов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова